Здравствуйте дорогие друзья, пожаловал в свежий выпуск довольно популярный на канале рубрики с годным софтом из App Store и Google Play. Низкий поклон и огромное спасибо всем тем, кто содействует в комментариях с поиском качественных приложений. Освобождайте место на своих устройствах, ставьте лайк и усаживайтесь поудобнее. Пора упрощать жизнь и прокачиваться. А вы знали, что на iPhone можно установить без компьютера и джелбрейка, улучшенный клиент ВКонтакте, с оффлайном, паролем, кэшем музыки и возможностью менять темы оформления. Инстаграм и ютуб с функциями скачивания фото и видео, торрент клиент, продвинутый файловый менеджер и еще и целую кучу годных утилит, которых нет в App Store. С сервисом ishmv.com это реально, я уже сам попробовал. Все подробности по ссылке в описании. Все что касается английского, я вообще являюсь большим поклонником и одновременно ненавистником сервиса Lingualeo. Столь крутая веб-платформа обладает настолько убогими и недопиленными мобильными приложениями, что хочется плеваться. А еще и за подписку плати. Недавно подруга посоветовала потестить Lingvist и знаете, и я действительно впечатлен. Конечно программа сугубо узкоспециализирована и направлена на пополнение словаря, но все слова изучаются в контексте фраз, предложений и целых абзацев в зависимости от объема вашего лексикона, что куда полезнее чем гонять отдельные слова, даже не представляя как их можно применять в общении. Lingvist позволяет изучить английский и французский языки, имеет грамотные подсказки и примеры, бесплатен, не имеет рекламы и не требует постоянного интернет-соединения, закачивает целые группы слов для оффлайна. Все слова и предложения озвучиваются. Конечно, программа не может целиком стать личным репетитором, но в качестве крутого инструмента для качественного расширения собственного лексикона самое то. Отличной альтернативой Яндекс.Навигации станет приложение Waze. Программа не просто прокладывает маршрут, но и учитывает всю дорожную обстановку, которую вводят не только работники сервиса, но и сами пользователи. Перед вами на карте будут отмечены пробки, ремонтные работы, аварии, опасности, расположение постов ГАИ и камер, а также прочая информация вплоть до цен на заправках. Waze имеет актуальные карты, интеллектуальные системы прокладки маршрутов с учетом обстановки и стоящих перед пользователем дел и голосовые подсказки. Программа может даже автоматически менять маршрут при изменении условий на дороге. Waze запоминает маршруты и места, к которым открывается быстрый доступ. И все это упаковано в очень приятный и дружелюбный интерфейс. Классный сервис. Рекомендую. Мастодонт в мире баз данных точек доступа от Wi-Fi верой и правдой хранит логин и пароль от роутеров по всему миру уже много лет. Благодаря Wi-Fi Map вы всегда будете знать где найти халявный интернет с привязкой к геолокации. Точки не только содержат логин и пароль, но и фотографии и комментарии пользователей. В бесплатной версии есть реклама и нет оффлайн доступа к точкам, но это не мешает выйти в сеть через мобильного оператора и оперативно найти бесплатный Wi-Fi поблизости. В Pro версии нет ограничений и все точки и базы доступны для просмотра. Спасибо что хоть подписки нет. Неплохим спортивным компаньоном станет небезызвестная программа Endomondo. Огромное преимущество приложения – работа практически со всеми видами спорта. Вы всегда сможете отследить свои маршруты, просмотреть статистику, получать голосовые уведомления и подсказки на каждом километре или минуте тренировки, подключать умных помощников вроде смарт часов или трекеров активности и многое другое. Правда самое интересное традиционно припрятано за подпиской, а это планы тренировок, детальная статистика и конечно же отсутствие рекламы. В тех же Nike Run Club или Nike Training Club есть множество бесплатных аналогов. Как же я ненавижу подписку. Эта программа станет неплохим путеводителем в мире обоев для смартфонов и планшетов. Имеется целый список тематических коллекций, которых к слову насчитывается более 100. с колоссальным количеством HD изображений на любой вкус и цвет. Каталог ежедневно пополняется, а также есть своеобразный топ самых скачиваемых приложений. Программа бесплатная, но с огромным количеством всплывающей на весь экран рекламы. Так что наберитесь терпения, либо отключите ее за бабосики. Довольно самобытное приложение Weki позволяет не только попереписываться с незнакомцами по всему миру, но и поговорить с ними, совершив бесплатный звонок через VoIP. Причем лучше найти иностранного собеседника и попрактиковаться с носителем языка, узнав о других людях и странах много чего интересного. Собеседники ищутся через публичные чаты, где вы можете ответить или создать предложение или вопрос и в комментариях начнется переписка. Там вы сможете выцепить партнера для устной или письменной беседы. Приложение бесплатное и не имеет рекламы. Вот она сила социализации. Отечественный сервис Яндекс имеет действительно достойное погодное приложение, на которое обязательно необходимо обратить внимание всем тем, кто проживает в странах СНГ. В программу интегрирована новая технология Medium, анализирующая колоссальное количество информации с разных источников, применяя машинное обучение и рассчитывающая прогноз погоды с точностью до дома. И вы знаете, сервис действительно оценивает местную обстановку в большинстве случаев несколько точнее чем конкурента. Разумеется сервис бесплатный. Имеется настраиваемый виджет, погода доступна оффлайн, есть возможность отправить прогноз самостоятельно в случае неточности, а также программа вас предупредит уведомлением о приближающемся ненасти. Если вы смотрели фильм 127 часов, то вы наверняка вынесли мораль. Ваши родственники всегда должны знать где вы находитесь. Приложение Доверенные контакты от разработчиков из Google позволяет открывать добавленным членам семьи, близким родственникам или друзьям свое месторасположение. Приложение автоматически через определенные периоды времени подгружает на сервер ваше месторасположение. Если добавленные контакты не могут к вам дозвониться, они отправляют в приложение запрос. И если вы также в течение заданного времени на него не отвечаете, то смартфон отправляет вашу геопозицию. Полезно? Однозначно. Только вот чтобы все это дело заработало, надо повключать почти все геолокационные функции в смартфоне и в учетной записи Google. Этот сервис позволит создавать сложные проекты с бесконечным количеством сложно структурированных папок, списков и документов, с легкостью заменяя простенький штатный заметочник. Тут есть продвинутые инструменты форматирования, поддержка маркдаун, тегов, цветных ярлыков, дедлайнов, классный поиск и прочие фичи. Не обошлось и без недостатков. Интерфейс приложения довольно задумчив даже на топовых устройствах и это связано с тем, что программа сразу отправляет всю информацию на сервера, а здесь имеется веб версия. А еще отсутствует русский язык и для прикрепления документов придется купить Pro вариант. Немало известная в кинематографе фигура Дуэйна Скалы Джонсона способна не только на голливудские боевички, но и на создание простенького приложения для iOS Android. Мотивационный будильник Rock Clock предлагает просыпаться каждое утро с посылом выполнить заблаговременно запланированную задачу под комментарии автора и одну из 25 мелодий. Кстати, среди музычки встречаются довольно неплохие композиции, которые качественно разбавят стандартные рингтоны. Также отображаются будильники Дуэйна и если вы отбитый фанат, то можете вставать в то же время, что и кумир. Хотя я искренне не рекомендую иметь кумиров и тут нет кнопки отложить, позволяющие поспать еще несколько минуточек. Это функция для слабаков. На этом все, все ссылочки на скачивание я традиционно оставил в прикрепленном комментарии. Там же жду от вас названия и ссылки на самые достойные приложения из App Store и Google Play и не забудьте посмотреть предыдущие выпуски, чтобы не повторяться и не пропустить ничего интересного. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео, пока-пока.